Добрый день всем любителям пошаговых тактических стратегий. У микрофона ХЮ. Мы с вами продолжаем играть в JGT Lions 3. На максимальном уровне сложности миссия невыполнима. В предыдущей серии мы с вами захватили форт Лоблё, где, собственно говоря, главарём этого места был Пьер. Это сын Люка, персонажа из деревни Эрни. В предыдущей серии мы штурмовали этот форт и мне очень понравился этот штурм. Он прям был, знаете, такой великолепный, скажем так, с точки зрения подготовки, с точки зрения продумывания того, как мы это всё захватим. И по факту это... Ну, наверное, это какая битва? Четвёртая? Наверное, четвёртая, потому что, как бы, первая это мы освобождали Эрни. А, нет, не четвёртая, наверное, это пятая. То есть, первая это мы освобождали Эрни деревню, потом мы зачищали вход в бункер, потом был сам бункер, потом была оборона деревни Эрни. И вот, собственно говоря, да, это пятое столкновение, и оно мне больше всего понравилось из всех, которые у нас были. Вот, потому что оно реально было интересно. Потому что, опять же, да, мы сначала вот на карте, да, мы выполнили некоторое количество заданий. Кстати говоря, а почему оно до сих пор не захвачено, считается? Хорошо, вопрос. Потому что мы выполнили, да, побочные задания, сняли все щиты. То есть, я так понимаю, если бы здесь все щиты были на месте, здесь было бы сложнее намного это всё захватить. Вот. Пришли сюда и, ну, спокойненько так разобрались, выбрали позиции хорошие, да, и со всем разобрались, справились. Замечательно и прекрасно. Ну что ж, нам сейчас нужно, я так понимаю, подойти к Пьеру, с ним там как-то повзаимодействовать. Но сначала мы, наверное, соберём всех вместе, всех залутаем. Кстати, говорят, да, всех залутаем. У меня-то там проблемы с предметами, насколько я помню. Ну, то есть, у меня инвентарь уже закончился. Вот. И мне бы, наверное, надо где-то сделать схрон. Тут можно такое делать. Насколько я помню. Да, вот видите, аж клавиша нам может помочь, только, естественно... Ага, схрон это типа предмета, который здесь есть. О, груз с алмазами 12 тысяч. Нифига себе. А то есть это уже мне принадлежит, да? Видимо, да. Каким-то образом это мне всё принадлежит. Ну ладно, понятно. Давайте всё равно я, наверное, похожу по территории, потому что сейчас можно спокойно всё смотреть, всё обыскать. У нас тут есть какие-то там заминированные... Заминированные точки, которые гвоздём нужно... Что в твоей голове, Скутер? Ну, я могу просто сделать это. Вот, допустим, вот этот ящик с патронами. Этот маленький плохой парень уничтожил, Скутер. Ты понял, Скутер. Давайте посмотрим, что у нас есть. Я чё-то, видимо, не получилось, я так понял, с первого раза или что? Вот я получил запчасти за обезвреживание. При пытке вскрытия часть содержимого была уничтожена. Мы прошли проверку на силу. Хм, то есть можно было чем-то другим это всё взломать или что там? Отмычкой или фомкой? Не получилось, да, прикольно. Здесь калашик лежит, ещё что-то. Ладно, там, видимо, всё-таки лежало гранаты и патроны, но... Возможно, парочку гранат я не досчитался. Или патронов. Так, давайте сейчас всё обыщем, всё посмотрим. Так, вот у этого парня... Осколочно-фугасный боеприпас для реактивных гранатомётов. У меня пока что таких нету, но определённо мы это с собой забираем. Кстати, а это можно в имущество... Да, это можно в имущество отряда положить и будет... Что ещё можно класть? Гранаты можно класть? Нет, нельзя. С4 нельзя. Просто гранаты тоже нельзя. Порох тоже в имущество не переходит. Наборы первой помощи тоже нельзя. Так, ну давай вот это продадим. То есть у этого навряд ли есть какое-то назначение, кроме получения денег. Хотя, может и есть. Я фиг его знаю. Пока что не знаю. Так, пойдём за кейсом. Опять же, наверное, было бы прикольно. Было бы, наверное, прикольно, если бы... Блин, да почему они опять так орать начинают? Или мне как-то каждый раз так кажется? Что-то типа громко. Можно потише немножко. Ой, я по-моему сбросил. Чуть-чуть потише, вот, чтобы вот не орать мне на ухо. Хорошо? Так. Смотрим здесь. Да, вот он, груз с алмазами. И 7.62 НАТО ТРАСС. Трассирующий боеврипас НАТОвского образца. Для автоматов, пистолетов, пулемётов и пулемётов калибра 7.62. Поражённые цели получают статус неукрытия. Лишаются его преимущества. Замечательно. Забираем в имущество отряда. А кейс, груз с алмазами, продаём за 12 тысяч. Отлично. Это означает, что... Это означает, что у меня будут деньги продлить ещё контракты. То есть мы до приисков всё-таки должны будем успеть добраться. Их захватить и начать хоть какой-то пассивный доход получать, да? Так, что там, кто там, какие травы мы там обнаружили, товарища. Так, собираем запчасти. Собираем запчасти. Давайте, нам надо, короче, обойти это всё ещё раз. Ага, вот здесь акашка лежит, 84%. Так, ну давай, сейчас мы это всё равно всё соберём. Всё равно это надо всё собрать, и потом уже думать, что разбирать на детали. Что там, я не знаю. Оставлять для будущего второго отряда. Хотя, мне кажется, смысла, наверное, нет. Пока что хранить эти пушки. Я думаю, что мы их всё равно... Ну, их дают тут везде. Они везде появляются, как бы, в собрать их. Я думаю, не думаю, что будет какая-то проблема. Так, я ещё вот специально вот сюда добегаю. Мало ли кто-то в этой комнате сможет что-то запалить. Да, кстати, мне ещё левел нужно поднять. Давайте сделаем треки. Окей. Так, ну, короче, в этой комнате ничего нету. Так, босс. Пойдём тогда вниз. А, вон там травку увидели. Увидел кто-то. Видимо, там. Блин, такой океан шумит, прикольно. Так, ну что у нас есть? Что-то ещё? Так, давайте, короче, возьмём гвоздя. Ну, я могу просто сделать это. Наш пакетик. На моем пути. Ага, здесь у нас оружие лежит, да? Здесь у нас лежит оружие. В большом количестве. И взять я его пока не смогу. Слышно. Хорошо, пойдём обезвреживать вот эти мины. Получать... ... Детали, материалы. Немножко муторно это, конечно. Но сделать... ...стоит. Ого, серьёзно, я одну мину не нашёл. Интересно. Так, ну здесь вроде больше нету. Опять же, не забываем, что шанс 20% облажаться у нас имеется. Я себе по-любому один раз взорвусь. Ага, он ещё одну нашёл. То есть, мы тут прошерстили не всё. Слышно. Ну да. Кто будет сгонять это? Ты получил, скутер. Лови в ровно. Ну, я могу просто сделать это. Лови в ровно. Ты получил, скутер. Ну хорошо, хорошо. Без подрывов в этот раз. Это мне нравится. Мне придётся дольше восстанавливаться. 170 запчастей. Это прям очень хорошо. Можно будет с пушечками что-нибудь придумать. Интересно, если мне хватит на что-то. Надо будет посмотреть. Так, ну что ж, прекрасно. Давай-ка возвращайся сюда. Продолжим осматривать всю территорию. Опять же, с бегу большой командой, потому что у каждого разные параметры. Каждый видит своё. Ну вот. Поэтому надо всем вместе как-то всё осматривать. Мы копили. Посмотрим на это. Хорошо, хорошо. Нет, здесь ничего нет. Вот здесь есть травка. И вон там есть травка. Травку собираем. Эй, куда? Куда? Эмди, куда ты бежишь? То есть, это страны, типа, открыть не можешь, или что? Вот же ведь всё работает. Эм, Майкл здесь. Вот же ведь всё работает, как бы. В чём проблема? Так, ага, я тут вот не посмотрел. Так, гранаты и патроны. Гранаты и патроны. Забираем. Вот тут вот на крыше есть что-то. У снайпера лежало. Что-то он тут припрятал. Так, это у нас винтовочка. 7,62. НАТОвские патроны бронебойные. Прикольно. Так. Ну, этот гейвер 98. 49 процентов. Давайте, наверное, я его... А, вот у меня есть на 48, кстати говоря. Подожди, там же ведь ещё у нас лежит... 48, 49. 49 это, наверное, вот там у меня в мешке лежит. Ну, к тому, что я, наверное, сейчас разберу это всё. Потому что таких винтовок у меня навалом. Всё, ребята, можно спускаться. А чё вы по этой лестнице спускаетесь? А, всё понял, потому что здесь вот этот спуск, он... Он... Он вроде как разрушен, только чё-то... Странно как-то он разрушен. Ну, да ладно. Хорошо. Так, что у нас ещё... Имеется... Ну, мы сейчас... Здесь вот ещё побегаем. Наверняка, трола какая-нибудь ещё растёт. Сейчас какие-нибудь мины. Вроде не должны быть. Поехали. Лейтинг ровно. Допустим. Ну, всё, получается, всё, смотрели. Ничего больше нету. Первый этаж смотрели, алмазики собрали. Вот винтовки остались. Валяться. Сейчас подумаем, чё с ними сделать. Так, ну давайте пообщаемся с ним. Прекратите огонь. Вы победили. Проиграть благородным противникам не стыдно. Моя жизнь в ваших руках. Время умирать. Где держат президента? Держат его в своём лагере, майор. Даже не помышляйте его спасать. На материке нет другой силы, кроме Легиона. И нет бога, кроме майора. Это мы ещё посмотрим. Тогда я возьму ружьё на медведя. Чем займёшься, если мы тебя отпустим? Хотя вы меня и победили, но моя жизнь принадлежит Легиону. Не стану лгать. Я доложу вас майору, и он, скорее всего, прикажет мне выследить вас и уничтожить. Если вы этого не хотите, вы знаете, что делать. И как нам найти майора? Это не особая тайна. К тому же, вы достойный противника. Майор будет рад встретить вас в битве. Его в форт в Барлинах гнезде в горах. Вы пришли проверку на уважение. Ну чё, отпустим его? Ну если встретим второй раз, точно пристрелим, я думаю. Ну реально дурачок какой-то, блин. Если он сейчас домой не вернётся. А пойдёт к своему хозяину. Странный, короче, парень. Короче, шагай. Потом, если что, встретимся. Но второй раз с пощадой не жди. Что? Пощада? Поверженному врагу? Я? Спасибо вам, наверное. Возможно, мы ещё встретимся. Но не могу обещать не сражаться с вами, когда это время наступит. Так, форт Лоблё перешёл под мой контроль. Мы получаем опыта. Плюс здесь к лояльности Эрния. Так, и там ещё куча всего. Вид со спутника путешествие по воде. Теперь вы можете пересекать водные преграды в регионе. А до этого типа не мог или что? Если вы выберете место, куда можно добраться только по воде, на карте появится водный путь, начинающийся с ближайшего порта в контролируемом вами секторе. За пересечение каждого водного сектора вам потребуется заплатить. Одним из портовых секторов является деревня Эрнии. Отряды могут комбинировать путешествие по суше и воде, чтобы оптимизировать общее время в пути. Если вы хотите отправить отряд по определённому маршруту, укажите его пункты, щёлкая на них при нажатой клавише shift. Это я помню. Аванпосты под контролем игрока рассеивают туман войны в соседних секторах. Ага, то есть это как бы ещё и полезно на самом деле делать, захватывать порты. Я понял. Так. Давайте почитаем, что у нас в задании изменилось. Нужно спасти президента Ла Фонтене из лагеря майора. У-у-у. Самый, короче говоря, противоположный угол карты. Так, что у нас есть ещё? Нейтрализация майора. Майор держит в заложниках отца Эммы Альфонсо Ла Фонтена, президента Гранд Шиена. Находится в лагере Орлиное гнездо. Ну да, не зря оно называется Орлиным гнездом. Так, что у нас есть ещё? Пьер. Люк хочет, чтобы его сын Пьер остался в живых. То есть мы сейчас ещё, скорее всего, вернёмся. И мы ему расскажем, что с его сыном приключилось. Так, ну что ж, прекрасно. Прекрасно, что я могу вам сказать? Так, давайте... Информация о наёмниках. Так, подожди, у меня же левелап. А, это у Гризли. Я почему-то смотрю на Гризли и... А думал, что левелап у меня. Так, ну тогда Гризли надо повысить. Так, тут немножко механика прокачалась. Тут немножко меткость докачалась. Так, тут тоже меткость прокачалась. Замечательно. Взрывчатка 80. У меня здоровье повысилось. Так, ну давай смотреть, что тут у нас новый уровень. Так, он у нас боец-универсал. Значит, у него стоит серия убийств. Последовательные атаки ближнего боя в тот же ход против разных целей наносят 48% дополнительного урона в зависимости от силы. Блин, это стояло изначально. Что-то мне это не сильно нравится. Штурм. Шанс 30% на дополнительный крит оружием ближнего боя и стрелковым оружием, когда вы находитесь в режиме стрельба в упор. Стрельба в упор это как бы расстояние 4 клетки до противника. Так, что есть еще? Железная кожа в свободном перемещении режется всего наполовину при ношении громоздкой брони. Так, и внезапная атака. Не провоцирует атаку прерывания, совершая атаку в ближнем бою. Отменяет состояние контроль и сосредоточение огня при успешной атаке ближнего боя. Хм. Ну, что-то мне это тоже как-то не нравится. Использование перевязки, повторные атаки по той же цели. Стрельба в упор. А тут что у нас дальше? Побочный ущерб. Наносит на 15% больше урона из тяжелого вооружения и пулемета в целом за укрытие. Да, но он как раз таки эксперт по тяжелому вооружению. Это у нас что? Крепкий кулак. Удачный атака ближнего боя превращается в критическое попадание. Также накладывает на цель эффект отмеченная цель. Отмеченная цель. Это что? Следующая атака против этого персонажа будет критической. Так. И... Прорыв вороны. Дает воодушевление после убийства на дистанции стрельба в упор. Сила 95, здоровье тоже 95. Хм... Ну, давай, короче, да, сделаем криты при стрельбе в упор. Вот. Даже с автоматом это как бы нормально, я думаю, будет получаться. Как-то так. Так, ну то есть, смотри, да, вот я хочу... Вот у меня был план. Вообще план у меня был такой. Пойти, короче, захватить прииск. Сначала, потом захватить порт. Вот этот. А что если нам... Поплыть вот так вот. Цена, кстати, говорит, да, вот здесь написано... 25 долларов. А здесь тоже 25 долларов. Тут 1 день 9 часов, а тут 1 день 5 часов. Что за отряд легиона здесь сидит? Он будет, типа, нападать на деревню Эрни или как? Сколько тут человек? Тут 8 человек, кстати говоря. Довольно-таки много. Побережье Саванны и Даймонд Рэд. А тут любой прииск, да, дает 2 250. Ну, понятно, я понял. Слушай, ну я не знаю пока что. Пока что не знаю. В принципе, и туда, и туда, как бы... По количеству дней. Одно и то же. По цене одно и то же. На север, кстати, даже чуть быстрее получится прибыть. Тут 1 день 13 часов. Тут есть, кстати говоря... Порт какао, лояльность 0, помойка. В секторах с ремонтными мастерскими доступна операция по изготовлению боеприпасов и взрывчатки. Ну, это, видимо, по изготовлению боеприпасов и взрывчатки для тех, кто этот... Кто не умеет этим заниматься, наверное. Я просто пытаюсь... Я смотрю на эту карту, пытаюсь понять, как лучше действовать. Потому что нас явно будут контратаковать. И как бы, чтобы просто контролировать всю карту... Ну, блин, ну, все равно, вы же понимаете, да? Сначала... Сначала нужно прииски захватывать. Ближайшие вот они. Раз. Два. Три. Вот наши первые, наверное, три цели. Которые нужно захватить. И, типа, удерживать, оборонять. Ну, дальше уже как получится. А они, кстати, дают... Две двести пятьдесят за день. Угу. Ну, понятно. Понятно. То есть, две двести пятьдесят. То есть, это получается четыре пятьсот, если за два. И шесть... Семьсот пятьдесят, если за три. Ну, за день. Шесть семьсот пятьдесят. Ну, скажем так, дороговато. Хотя, вот, видите, у меня затраты три, триста восемьдесят в день. Высчитывается. Ну, ладно, хорошо. Так, нам надо бы... Получается, здесь тогда немножко отдохнуть. Восстановить силы. Ну, и двигаться дальше, собственно говоря. Какая-то музыка играет. Так, я единственное, что, да, вот, мне нужно понять, что мне делать с пушками. Потому что схрон мы тут явно делать не будем. Так, ну, у меня вот есть MP40 86%. MP40 86%. У меня... ОМД 93%. То есть, в принципе, можно его тоже разобрать. Он нам не нужен. Если так подумать. Так, гивер у меня 86%, но он у нас модифицирован. Так что, да, да, кстати говоря. Вот, видите, у меня и тут есть 48% гивер. И в схроне тоже. Так, вот, значит, его точно разбираем на запчасти. Потом... Да, давайте, наверное, MP40 разберем. А вот который 92%, мы его с собой возьмем. Так, и Акашка 52%. У меня в сумках лежит 84%, а есть... А тот, который на руках 98%, еще и модифицированный. А, так вот, есть 85%. Кстати, да, есть еще револьвер. Даже два револьвера есть. Даже два револьвера есть. Так, ну все, тогда этот мы... Разряжаем. Разбираем. На запчасти. Все. Хорошо. Я так понимаю, да, это вот он в сумке здесь лежали, эти предметы. Так, хорошо, замечательно, прекрасно. Давайте теперь посмотрим инвентарь с точки зрения модификации. Значит, что мы можем сделать? Большой бонус к точности, к положению лежа. Стольный гранатомет требует трубу. Так, подожди, а у меня разве... А как у... Подожди, у меня же была, по-моему, труба. Только я не помню, какие я предметы разбирал. Чтобы они у меня появились. Хороший вопрос. Пистолеты, что ли, я разбирал? А я не помню. Кстати говоря, кусачки уже 83%. Я всего-то перекусил. Два забора. И все. Так, ну вот у меня есть раз, два, три пистолета. Четыре даже. Один девяносто процентов. Ну-ка, давай вот этот девяносто разберем. Блин, а вот был 89. Похуже. Сумка с франками еще какая-то тут непонятная. Слушай, ну нет. Не появляются стальные трубки. Не появляются. Значит, в чем-то... Из чего-то другого она делается. Но я не помню, из чего. Так, давай Гризли отдаст свой пистолет сюда. Надо качать силу, ребятам. Потому что вот... У Гризли сила 95. У Гвоздя 90. И вон, видите, какой у них большой рюкзак. А у этих такой себе. У Фазы вообще практически ничего. У МД еще 76. Куда не шло. А у меня сила 55. Ну, тоже мало очень. Очень-очень мало. П-40 можно разобрать. Но сейчас вот все, что оружие, которое у нас есть, я его постараюсь сохранить. Вот, даже пистолет, наверное, пока что не буду разбирать. Последний. Так, давайте еще раз обратимся к... К нашим модификациям. Давайте посмотрим, что вообще можно сделать. Ну, сейчас стальной трубы нету, как бы, и... И это печально. Так, нет, надо вернуть обратно. Сколько у меня? У меня 137 деталей. Увеличивать цену перезарядки в очках действия. Ну, блин. Как-то мне пока что... Не сильно этого нужно... Не сильно это нужно было. Так. Что на фамаску можно сделать? Прицеливание улучшить. Сошки поставить. Глушак можно поставить, кстати говоря. Тоже неплохо. Но я сначала... А, ну здесь это просто увеличенный магазин. Я сначала хочу до... Вот. До моей винтовки добраться. Все ваши первые действия так, а то она производится. Мне кажется, вот это классная тема все-таки. Ну, если... Если пробовать играть по-тихому... Наверное, классная. Но это не точно. Так, подожди. А, кстати, еще же... У меня была идейка. Или это на какой-то другой автомат? Да, походу, это был какой-то другой автомат, видимо. Так, на пистолет тоже можно глушитель поставить. Я просто думал, на акашку можно, типа, какой-то... А, или это на пулемет был? Да нет, вроде бы. На акашку, типа, рукоятку поставить. Вот как на фамаску. Более широкий спектр контроля. Так, ну тут удлиненные стволы. Это все понятно. Так. А у меня вообще сколько... У меня две линзы, да? У меня их две. Тут вот дополнительный уровень прицеливания. Тут большой бонус к шансу критического падания для атаки с уровнем прицеливания 3 и выше. Это просто фонарик. Это тут дополнительные сошки, но... Не знаю. Я бы лучше дождался, когда мы найдем уже пулемет нормальный. Так, где у нас винтовка-то? Вот. Средний бонус к точности для прерывающих атак. Это если мы от боеготовности будем играть. А что значит подсвечивает противников при уровне прицеливания 3 и выше? Непонятно. Но тут все равно чип нужен. Вот. Так что, скорее всего, сейчас просто сделаем призматический прицел для стрельбы на вскидку. Вот. Более широкий сектор контроля. Он даже с точки зрения стоимости стоит дороже. Но, опять же, не знаю. Тут вот есть дополнительный уровень прицеливания. То есть это вообще прям винтовка-винтовка будет. Ну, давай попробуем все-таки со стрельбой на вскидку для первого действия. Или не надо? Я вот опять, наверное, буду забывать об этом. И буду, короче, игнорировать это. Хотя, блин. Не, почему? Повышение меткости. То есть, если я... Я же смогу тогда, получается, заход дважды стрелять с той же меткостью, которая вот у меня есть. С хорошей, имеется в виду. А, ну, а, нет. Второй-то раз я уже не смогу так стрелять с такой меткостью. Потому что... Потому что, видимо... Да, вот видите, если ваше первое действие атака, то оно производится, как если бы был бы третий уровень. А второй выстрел уже не будет считаться. То есть второй раз нужно будет уже получше прицеливаться. Может, я и говорю, может, это дополнительный уровень прицеливания просто сделать. И вообще не промахиваться. Условно говоря, если сидеть. И с одной позиции по всем стрелять. Фиг знает его. Я... Я опять сижу в замешательстве. Потому что, честно говоря, не совсем пока что понимаю, что я хочу. Ну, вот здесь вот, наверное, призматически сделаю. Большой бонус к шансу крита. При атаке с уровнем прицеливания 3 и выше. Кажется, это будет полезно. Еще у нас есть фамаска. Вот тут, наверное, да. Хочу поставить вертикальную рукоятку. А, тут компенсатор и стоит. Самодельный глушитель дает бесшумные атаки. А глушитель обычный. Средний бонус шансов критического попадания для последующих атак по той же цели и тоже бесшумные атаки. Клево, чё. Так, ну давай, вот давай бонус к точности для первого уровня прицеливания. И здесь почему-то вот здесь вот ничего не написано. А вот справа... А, нет. Более широкий сектор контроля это уже написано. А, тут тоже вот есть вот такие вот штуки. Господи, какое извращение. Ты посмотри на это. Так, ну давай, удвоим бонус с прицеливания. Чё, не удал... Серьёзно? Э, механик. Какого хрена? Уровень сложности трудно. А чё трудно-то? Блин, ещё состояние ухудшилось. Насколько? Ну так. Неприятно. Неприятненько. Так, ну вот у меня уже запчастей стало 80. То есть, как бы, тут уже, условно говоря... Особо не попрыгаешь, да? Тут уже придётся сейчас, видимо, что-то выбирать. Я предлагаю всё-таки попробовать... Поставить вот эту штуку. Стрельба на вскидку. Я просто... Сколько она требует действий? Цена атаки 7. Нет, знаете, пока я не буду это делать, наверное. Надо посмотреть. Надо посмотреть, сколько я могу... Выполнить выстрелов за один ход. По-моему, я не могу два выстрела за ход выполнять. Надо посмотреть. Я просто не помню. Поэтому, ладно, это пока оставим. Модифицировать не будем. Пока оставим. Модифицировать не будем. Вернёмся вот к Калашникову. Который вот у Гризли есть. И давайте вот ему как раз дадим... Большой шанс критическому попаданию для атак с уровнем прицеливания 3 и выше. Вот это, я думаю, хорошо будет. Я думаю, хорошо. Неплохо. Отлично. Оружие модифицировано. Прекрасно. 37 деталей остаётся. Так. Ну да, у нас там линзы нету уже. Тут просто дополнительный уровень прицеливания. А, нет, линзы есть. Подожди, а сколько у меня линзы тогда было? Две всё-таки или три? Блин, ну вот это уже дорого будет стоить. То есть 35. У меня просто не хватит тогда запчастей, чтобы починить оружие, которое у меня есть. Большой бонус шанс критического попадания для атак с уровнем прицеливания 3 и выше. А тут дополнительный уровень прицеливания. Слушай, давай вот это, короче, сначала сделаем. Давайте это сделаем. Пусть будет просто дополнительный уровень прицеливания. Всё, отлично. И остаток мы это всё потратим на ремонт, который у нас явно будет. Так, давайте, значит, да, вот здесь надо передохнуть и при этом надо полечиться. Поэтому лечение ран. Медикаментов у меня дофига. Так, примерно... Да, в одно время тут и отдых, и... Всё, что угодно произойдёт. Так, а что у вас за подготовка ополчения? Это, типа, на этом аванпосту ополчение появится или что? Тоже непонятно. Так, ремонт предметов. Давайте смотреть, какие предметы надо подремонтировать. Вообще, конечно, пушки надо в первую очередь ремонтировать. Так, а 86 это... А, это моя винтовка, да. А почему, кстати говоря, не требуется для ремонта запчасти? Хм, странно. Очень странно. А, ну вот, наконец-то. Так, ну это уже тут 19 часов пошло. Тут уже 20 часов пошло. А если убрать оружие и заняться ремонтом чисто предметов? Тут вообще один день. Один день 8 часов. Один день 14 часов подлатать вообще все предметы. Какие у нас есть. Потратить на это 12... 12 материалов, запчастей. Так, ну давай тогда просто попробуем подремонтировать пушки. Видимо, тут имеется в виду, наверное, не ремонт как таковой, а, наверное, что-то типа чистки. Чистки оружия, приведение его в хорошее боевое состояние. Так, это что? А, ну, наверное, вот эта рука, она означает, что кто-то таскает эти пушки. Так, может, мы все-таки штанишки успеем починить. Так, нет, это чуть дольше будет. Я просто пытаюсь совместить приятное с полезным, чтобы мы это починили и вылечились. И сразу же можно было отправляться куда-то. Так, ну, видимо, да, придется штанишки ремонтировать и гвоздю. Кстати говоря, тоже, смотрите, штанишки не требуют ремонта. Ну, то есть не требуют запчастей. Ну, ладно. Ну, все, тогда ждем, отдыхаем. Спасибо, теперь я не только пиво и сигаретку, и я буду как новенький. А, ну нет, все-таки немножко дольше, да? Как выяснилось. Так, ну... А, нет, еще, подожди, нет, они лечатся еще. Почему? Так, предметики починили, и гризли устал. А, ну, потому что я его подрядил чем-то заниматься. Так, ну и что тогда еще что-то... А есть смысл разведку района делать? Разведка соседних секторов. Ну, водные же клетки, как бы, они... Вообще ничего не дают. Да, мне нужно будет как-то чувака с навыком лидерства, короче говоря, взять с большим. Потому что... Он так быстрее будет ополчение тренировать. Да, видимо, все-таки... Все-таки... Надо, чтобы в этом форту тоже кто-то находился. И, по идее, тогда нужно кого-то натренировать. Чтоб они здесь были. Ну, не знаю, имеет ли это какой-то сейчас смысл. То есть, вроде вот-вот отряд какой-то легиона сидит. Но непонятно, будет он действовать, не будет он действовать. Я об этом не знаю ничего. Абсолютно. Давайте попробуем еще ремонт предметов сделать. Только гризли не брать. Может, вообще никого не брать. Да, наверное, не стоит вообще сейчас трогать. Потому что там все равно предметы будем делать долго. Вот, наверное, сейчас просто подождем. Все хорошо. Гризли больше не в состоянии усталости. А, ну тут тоже какой-то порт. Так, ну хорошо. Давайте отправляться обратно. Возможно, возможно. Я потом просто куплю... Сейчас покажу, что я хочу тут сделать, наверное. Просто пока вот этот отряд у меня будет шляться уже на материке. Мы, наверное, просто-напросто купим... Ну, опять же, посмотрим по деньгам. Посмотрим по деньгам. Блин, конечно, жалко то, что среди новичков и ветеранов нету лидеров. Странно. Это только вот в элите вот. Есть трейдер элитный. Ну, мне правильно в комментариях сказали, что надо было себя лидером делать. А остальных можно было докупить. Ну, я тогда об этом не знал. Поэтому, ну, будем уже подстраиваться под то, что есть. Вот. Поэтому, да, нужно будет каким-то образом вот этого парня нанять. Здорово, это Рон. Ты хочешь предложить мне работу? Тогда я слушаю. Да, вот видите, на неделю аж 13 тысяч долларов нужно. 13 тысяч долларов. Довольно-таки много. Вот, видите, обучение. Быстрее выполняет подготовку, ополчение, тренировка. Дает 10% дополнительного опыта отряду. Не суммируется. Вот. То есть, я его просто найму. Он здесь вот подготовит. И присоединится потом к нам. Ну, то есть, план можно составить такой. Мы с вами отправляемся вот сюда. Вот это захватываем. И начинаем идти вниз. Попутно вот захватив еще один порт. Может быть, вот этот талантпост еще захватит. Вот. Посмотрим. А потом вот его можно как раз нанять. И пока вот мы идем вниз, он здесь позанимается с этими товарищами. Вот. Я думаю, что это будет неплохая тема. Так, прибыли, да? Мы на локацию. Пойдем пообщаемся. Ночь, дождь. Печаль, беда. Пойдем, найдем люка. Ого, фига тут поливает. МД-презент. Пойдем. Так, мне пришло какое-то письмо. От Базилия, по-моему. А, это этот Чумазый Базиль или как он тут зовется? А что, мне по почте написал? Я, блин, к ним в деревню только что пришел. Привет, спасибо, что открыл нам глаза. Едва не убил старого друга. Как будто мне мало смерти Тинхея. Содоргаюсь от мысли о том, что было бы, если бы вы меня не остановили. Возможно, зря мы так гуманно обошлись с этой змеюкой Германа. Но что сделано, то сделано. Еще раз спасибо, я рад, что на моих руках нет крови друга. Удачи вам, друзья. Базиль. Так, какая-то новостная... Рассылка. Рассылка новостей Дели Шьен. А у нас была такая рассылка? Или я первый раз ее получил? Поражение для Легиона. Наемники и неприятности на карнавале. Привет всем. Кэрри, ваш надежный источник правдивых новостей. Снова с вами. Поражение для Легиона. Потрясающий поворот событий. Очевидцы сообщают, что Легион утратил контроль над островом Эмпи. По итогам боев за остров, которые последовали за расправой над неким Тинхеем Мерседесом, Легионеры потеряли свою главную цитадель, форт Лоблё. О том, кто контролирует остров сейчас, поступают противоречивые сведения. По одним источникам это местное ополчение, по другим не установленное частное вооруженное формирование. Смотри ниже. Поступают сообщения о присутствии ЧВК в Гран-Шьене. В последнее время мы получаем все больше сообщений о присутствии частных военных компаний на территории Гран-Шьена. Только в последний месяц очевидцы наблюдали тяжелого вооруженных иностранных наемников в Великой Саванне, на острове Эрни и в других регионах страны. Анонимный источник утверждает, что их наняла корпорация Адонис для защиты своих интересов. Сама корпорация отказывается давать подробные комментарии, ограничиваясь общими словами о том, что она сделает все возможное, чтобы защитить своих сотрудников и активы в Гран-Шьене. Катавасия на карнавале. Наши корреспонденты в Пантагрюэле сообщают о забавном происшествии. Недавно проходивший в городе карнавал о любви, омрачился появлением вооруженных лиц. Свидетели рисуют радикально отличающиеся картины произошедшего, но судя по всему, некая группа наемников попыталась то ли затеряться в толпе празднующих, то ли выяснить с кем-то отношения. В итоге неизвестные лица, очевидно находившиеся под действием наркотических веществ, учинили в городе дебош, сопровождавшийся потасовками, переворачиванием тележек, несанкционированным бесплатным щупанием девушек и взрывами то ли петард, то ли самодельных бомб. Разумеется, подобное не стало для карнавала любви чем-то из ряда вон выходящим. Так что местные жители вместо того, чтобы испугаться, наслаждались зрелищем, пока не выяснилось, что в суматохе бесследно исчезла сама королева карнавала. Как посетовал один из пантагрюэльцев, эти иностранцы уже не только грабят природные богатства нашей страны, но и похищают наших женщин. Что дальше? Мы всегда стремимся держать руку на пульсе Гранд Шьена, однако события последних дней оказали заметное явление на наш рабочий график. Мы представим новый выпуск новостей, как только позволит время и меры безопасности. Помните, никто не в силах заглушить голос Дэйлиш Йен. С любовью, Кэрри, не подписывались на нашу рассылку? Щелкните здесь, чтобы отписаться. Уже щелкнул, чтобы отписаться. Так. Так, подожди. Это задание выполнено или нет? Почему мне тут поставили галочку? Нет, Майя, я в шахматы играла. Тебя выпивка несет. Господи, прихожешь, чтобы от меня шахматами... Что? Опять какая-то стенка, которую я не увидел. Я никогда в жизни не верил иностранцам, а теперь иностранцы помогли нам вернуть свободу. Судьба любит проверять убеждения на прочность, да? Мы пришли вам помогать. Но, понимаете, я вот о чем хотел сказать. Я думал, чем простой механик сможет вас отблагодарить. И вот, выглядит коряво, но работает. Надеюсь, он вам пригодится. Блин, я не увидел, что он нам дал. Ура-вуа. Конечно. Так. Мы получили некие поршни и цилиндры. Блин, не то. А, мне подарили штурмовую винтовку. Прокачанную. А что еще он мне дал? А, вот они, да, поршни и цилиндры. Это журнал. Так, повышает навык механика. Так, ну это лучше фазе отдать, естественно. Хотя, опять же, непонятно. Вот правильно ли я делаю, что я вкачиваю определенные характеристики одному персонажу? А если он у меня умрет, что я буду делать? Ну что вот я буду делать потом? Непонятно. Так, ну блин, смотри. Здесь у нас что стоит? А, невозможно модифицировать не в инвентаре наемника. Так, а как нам тогда в инвентарь перенести? У меня опять места нету. Так, давай, короче, сделаем здесь схрон. А, ну он типа не то чтобы делается. То есть вот все, что на землю кидается, то и схрон. А, ну слушай, я тогда вот эту фамаску могу выдать. Так, вот если их... Так, подожди. Я вроде шифт зажимаю, а... Почему он не работает? Комплект 1, комплект 2. Z и X. Блин, я правда не понимаю. Он, по-моему, в прошлых сериях работал, а сейчас не работает. Ну ладно, тут 3.7, 3.8, дистанция у фамаса лучшая. И ты, естественно, тоже лучше. Поэтому да, я беру. Это мы тогда... Какие у него тут патроны? 5.65. А у этого 9 мм. Так, а 5.65, это какие у нас? 65 или 56? А, 56. 5.56. Вот у нас есть обычный. Их 56 штук. Вроде да, вроде норм. Поэтому давайте это... Разрядим. Так, скидываем стволы. Кстати говоря, я схрон. Я так понимаю, он тоже ограничен немножко. Так, пистолеты мне тоже как-то не сильно нужны. Вернее, вот этот револьвер. У него 44 обычный, да, патрон? А вот у этих пистолетов, кстати, 9 мм. Так, вот этот тоже разрядить. В схрон. Это тоже в схрон. Пистолет-пулемет в схрон. Давайте у всех, на всякий случай, останется по пистолету. Кроме, может быть, фазы. Так, вот еще у гризли... Подожди. У гризли надо... Это выложить двустволку. Так, вот тоже, да, надо бы сравнить. А, вот. А, или оно вот так вот работает. Я просто неправильно делал. Так, ну вот смотри. А, ну то есть оно должно быть именно в инвентаре. То есть я должен сделать вот так. Да, и вот тогда вот оно работает. Понятно. С этим-то все ясно. С этим-то все ясно. Мне сейчас интересно пистолеты сравнить. Вот допустим, да. Да, дистанция чуть поменьше. Но при этом урон больше. Намного. Так, вернем-ка нож сюда. Так. А что у нас по гранатам? А, у МД вообще ноль. То есть, нет, он точно явно бросать ничего не будет. А, у Фазы. А то он себе под ноги бросит. И вообще классно будет. У Фазы тоже не лучше. У Гризли, кстати, 37. Даже меньше, чем у моего персонажа. Ну, если что, гранатки у нас у всех имеются. Ладно. Так. Да я просто, знаете, о чем подумал. 97, 95. Здесь пистолета нету. У Гризли 89. Нет, давай вот у Гризли 94 будет. А, у Гризли 95. А, у меня патронов-то нету. Подожди, или что? Патроны калибра 0,44. А, нет, есть. Подожди. Здесь, кстати, бронебойные аж патроны. Ну, давай перезарядим обычными. Все хорошо. Так, у меня есть Фомка. Еще одна. Я, типа, их две таскаю с собой. Так. Вот эту сумку с франками я тоже таскаю. На случай... Ну, я не знаю. Если... Кстати, у Гризли-то вот этот автомат тоже надо выложить. Да, схрон, видимо, может быть бездомный. Потому что у него у самого-то есть автомат. Он не нужен. Все, кстати говоря, неплохо. У всех уже стволы прокачаны. Это здорово. Так, кусачки, Фомка у меня есть. Так, слушай, так, может быть тогда... Эту Фомочку тоже тогда оставим здесь. У меня две Фомки есть. Как бы зачем мне еще? Так, аптечки, перевязочный материал. У меня две гранаты. У Гризли аж 8 гранат. А почему именно у него 8 гранат? Давай, у него будет 3. У гвоздя 10. Ну и все. Вроде бы предметы пораспределяли. Нормально. Так, давайте теперь... Внимание, вопрос. А где... А где схрон здесь на карте? Или типа... Я просто захожу... Нет. Как вообще понять, что я здесь схрон сделал? Тут будет какая-то иконочка? Ну, схрон есть, если что. То есть можно будет... Ну, скорее всего, иконка тоже какая-то есть. Так, давайте, значит... Здесь у нас ничего нового не появилось. А вот здесь... Какой-то проигрыватель. Давайте move. Осмотреть Гризли. Пинопроектор не запускается. Нужен кто-то с навыком механика. Механика это фаза. Мы прошли проверку. Эй, он работает. Ура, дядя Базиль. Они разбираются в ремонте. Даже лучше тебя. Так, и что это нам дало? Лампа накаливания цела. Нужно было только починить проводку. Теперь все должно работать. А, еще плюс 5 к лояльности я получил. То есть это уже 90% к лояльности. А это же как-то, кстати говоря, влияет на стоимость перемещения. Да, 20 долларов стало вместо 25. То есть стало еще дешевле. Да, это хорошо. Но это еще за счет... Да, за счет того, что я переговорщик. Минус 20%. То есть мы скидываем от цены 65%. То есть если сейчас 20, то это где-то, наверное, 50 долларов бы стоило. Может, чуть побольше. Базовая цена. А, так вот, эту могилу-то и Тинхею и сделали. Тинхей, Тинана. Основатель, отец и друг, нам будет тебя не хватать. Да, то есть мы помните в самом начале, когда только зачищали эту деревню. Прочитали, что было написано на могиле. Но я не понял, о чем, собственно говоря, там речь. А я вот в этот домик заходил? По-моему, да. Ладно, так, давайте с Люком поговорим. Я думаю, нам есть, что ему рассказать. Спасибо, друзья. Мой мальчик жив благодаря вам. Если я умру сегодня, то умру счастливым. Вот, я берег это для Пьера. Берите, я настаиваю. Он мне дал маленькие алмазы. Давай, пока. Так, Гризли получает алмазы. Ну, слушай, это хорошо. Опять же, может быть, мне придется с ним в будущем столкнуться. Но пока что я могу на полторы тысячи продать этих алмазов. Их, они... Вот я уверен. Я уверен, что они используются в изготовлении чего-либо. Либо линзы, либо еще что-то. Но пока что я как бы... Я просто, видите, я не хочу нажимать сюда. Потому что мы сразу же потратим деньги, а потом откатиться нельзя будет. Вот. А тут наверняка где-то эта штука используется. Вот. Ну ладно. Мы, наверное, пока что... Я сейчас на карту выйду, чтобы не шумело. Мы, наверное, пока что не будем это тратить. Места в инвентаре полно. Просто мало ли. Если мне денег не будет хватать, то я продам. Я продам. Если доживем, скажем так, до состояния, когда нужно будет там что-то делать, какие-то предметы, мы обязательно это сделаем. Так, контракты заканчиваются. Но я думаю, что мы с этими контрактами разберемся в начале следующей серии. Денег немного, поэтому надо поспешить. Захватить порт, захватить прииск и потом уже тут потихонечку двигаться дальше. Ну тоже еще один прииск захватить, как-то так. Вот, ладно. Это будет в следующих сериях. Кстати говоря, тут интересно. Давайте посмотрим. Выполняйте разведывательные операции или исследуйте сектора в тактическом режиме, чтобы получить разведанные о том, как снизить обороноспособность этого оонпоста. А, ну то есть мы еще предварительно не знаем, что нужно конкретно сделать. Чтобы обороноспособность поста снизить. Ну понятно, ладно. Давайте на сегодня закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели. Не забывайте оценивать, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали или оказались здесь первый раз. Жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий. Ссылку на плейлист с прохождением Jagged Alliance 3 вы найдете в описании под видео. На сегодня это все. У микрофона был Хью. До новых встреч, увидимся и пока-пока.